Сразу в три молотка строительная бригада спешит поскорее завершить работу и уехать подальше от этого места. Трудиться в таких условиях им, наверное, еще не приходилось. За несколько часов, что они возводят это ограждение, мужчины выслушали целый поток негатива в свой адрес, вплоть до угроз снести забор тяжелой техникой. Возмущение людей строители понимают, но что делать, ведь они всего-навсего наемные рабочие. За время, пока жители были на работе, посреди их улицы Сиреневой, прямо на проезжей части, вырос забор. Ситуация непростая. Оказывается, при возведении домов и ограждений застройщик обделил землей жителей по правой стороне улицы. Вместо указанных в документах 10 соток участки расположились на восьми. На остальных двух сотках появилась проезжая часть. Вот человеку просто-напросто понадобилось продать земельный участок. Чтобы продать его, нужно составить кадастровый паспорт на участок, поставить подпись кадастрового инженера. И, соответственно, когда провели размежевание, оказалось, что территория выходит на дорогу. Поэтому, чтобы ему осуществить сделку купли-продажи, он вынужден просто-напросто вынести эту дорогу. Выдвигать забор в сторону дороги некоторые землевладельцы начали еще несколько лет назад. Кто расширил свою ограду на полметра, кто на метр. Хозяин этой земли пока единственный, кто осмелился занять все положенные ему по закону две сотки. Выдвинул забор на 8 метров и перегородил большую часть дороги. В итоге жители улицы разделились на два лагеря. Одни за строительство заборов на дороге другие против. Вот посмотрите, здесь у нас вот идет вот этот вот слив, можете посмотреть, да, куда у нас стекает вода. То есть нам даже сюда тропинку нам не продвинуть. То есть детям, я не знаю, как они будут ходить в школу. Им даже здесь, здесь даже не то, что детям, здесь даже и взрослым просто негде ходить. Дело в том, что, во-первых, когда этот участок, вот эти вот они покупали, они прекрасно видели. Они Они покупали не у администрации, а участника покупали. Ты прекрасно видел, что ты покупаешь. Сколько у тебя по квадратам, что у тебя. Ну, значит, надо было разбираться. Прежде чем купить этот участок, надо было разбираться. Приглашали администрацию, были они сегодня. Ну, говорят, ставьте столбы. Ну, вот и все. Планируете тоже гаражей? Ну, планирую. В результате из просторной улицы Сиреневая неожиданно может стать узкой. Места будет мало даже для одной машины. Не говоря уже о пожарной технике, уверены жители. Местные власти сейчас в срочном порядке пытаются решить возникшую проблему. Один из вариантов – сделать улицу односторонней. Пока лагерь разъяренных жителей, недовольных переменами, от слов не перешли к делу. И не принялись сносить ограждения соседей сами. Владимир Пеханов, Сергей Полянский. Новости сейчас.